Всем привет! Это Фермер.ру. Мы находимся в Смоленской области, Демидовский район, в гостях у Светланы Баскаевой. Предприятие называется Демидовские гуси. Светочка, привет, дорогая! Здравствуйте! Рад тебя очень видеть! Взаимно! Значит, кто знает, мы здесь снимали уже неоднократно. Кто не знает, ссылочки будут вот здесь. Вадим Баскаев нам все это подробно показывал, про ферму и так далее. Но три с половиной года назад уже, да, Света, случилась трагедия. Вадим погиб. Нелепая смерть. Несмотря на это, Света продолжает дело Вадима. Я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Вот мы сегодня как раз приехали посмотреть, что здесь происходит, чем Света здесь занимается. Ну, чем? Гусями. Гусями. Гусями Света занимается. Значит, так я ухожу за кадр. Если солнце светит ярко и можно одеть очки, потому что у нас уже низкое солнце, да? Да. Вот. Светочка, рассказывай, пожалуйста. Я знаю, что раньше держали маточное поголовье. Да, да, держали. Сейчас отказались, потому что немножко затратно стало. И поэтому сейчас в основном покупаем яйцо, инкубируем и продаем молодняк, а излишки уже тогда оставляем на мясо. Сколько за сезон вот за этот проинкубировали? Так, за этот сезон мы проинкубировали где-то тысяч шесть бролеров КОП-500 и где-то, наверное, тысяч пятнадцать гусей. Тысяч шесть бролера и тысяч пятнадцать гусей. Почем была цена в розницу и оптом, мелким оптом и так далее? Мы гусят продавали десятидневных по 280-300 рублей. В розницу? В розницу, да. Оптом отдавали по 180. Суточных? Ну, трехдневных. Трехдневных, да? А бролера? А бролера продавали по 110 рублей недельных. Суточных как-то у нас даже не спрашивали, уже таких выхоженных в основном люди интересовали. Свет, откуда проезжают в основном к вам? Смоленская область, Подмосковье, Тула, Псков. Вот в основном вот так вот. Одно время, я знаю, что даже с Белоруссии проезжали. Да, с Белоруссии приезжали, но в этом году, я так понимаю, что-то, видно, у них свое пошло много. И вот жалуются люди, что качество плохое у них. И как-то даже сами бывают ребята, которые раньше, вот я знаю, оптовики, занимались в Белоруссии тоже, приезжают у нас тоже, берут. Не знаю, с чем это у них там связано, хотя у них, я знаю, на порядок дешевле. Цена на порядок дешевле в Белоруссии. Да, да, да. Бывает на рынках, вижу объявления, часто привозят, не знаю, откуда такая цена. То есть по 150 рублей гусенок у них. Но я говорю, а был какой-то момент, когда, видать, эти курсы тудым-сюдым плавали, когда белорусы именно у вас тут покупали? С Калининграда у нас брали. С Калининграда, да. Калининграда вот мужчина приезжал, брал у нас губернаторскую породу гусей, полетели через Домодедово или там в Шереметьево, по-моему, они как-то отправляли, полетели в Калининград. Круто. Да, вот так вот. Я знаю, что Вадим защитил, да, или защищал кандидатскую. Да, диссертацию, да, да, по разведению гусей, вот как раз в Курганской сельхозакадемии он закончил. И, да, вот выдали уже, правда, после смерти нам прислали. То есть документ получила ты, да, его? Он как раз там вот на родине этих демидовских гусей. Там губернаторских, да, 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 губернаторскую породу они там выращивают. И вот на базе этого, там про специальную добавку, по-моему, про ЛИВ-52 он там писал диссертацию. Значит, берем откуда яйцо-то? С Кургана или из других регионов тоже? Из Кургана, из других регионов очень нравится. Вот с ПК Батыр тоже у него берем. Это, по-моему, это Чуваша или откуда? Он, по-моему, из Дагестана. А, из Дагестана, да? А, понятно. А я знаю, что вот эти самые Татарстан, Башкирия, Чувашия, там много птицы. Тоже много, да. Тоже берем иногда, предлагают, привозят. Не всегда хорошее, но можно выбрать, можно. А возят специализированным транспортом? Да, да, специализированным транспортом, специальная машина. Яйцевоз? Да, ну, она яйцевоз, я так понимаю, там, видно, можно настроить климат какой-то определенный. И для гусят, и для яйца тоже. Понятно. Значит, сейчас мы пройдем, чуть-чуть посмотрим. Я так подозреваю, что все помещения стоят на месте, которые мы уже очень хорошо посмотрели в прошлый раз. Да, и Света, еще давай поговорим про линию для забоя. Вот Вадим ее не успел запустить. Сейчас она в каком виде и как? Он успел. Мы пробовали, пробную делали, пробную забой. Мы пропустили 3000 утки через нее. Ну, дело в том, что сейчас у меня таких объемов нет. Поэтому, как бы, на данный момент пока она стоит. Но мы готовы к сотрудничеству. То есть, если, господа зрители, у кого-нибудь будет бизнес-идея, как использовать линию, линия сертифицирована, я насколько понимаю, это единственный сертифицированный убойный пункт Смоленской области. Да, да. Все документации, все вот он оформлен, все это имеется у нас. То есть, как известно, у нас всяческий придворовой забой запрещен. То есть, по закону. А мы практически всегда действуем по закону. Да. Практически. Без бумажки ты букашка. Да, то есть, вы должны производить забой птицы на сертифицированных бойнях. И если, господа зрители, из ближайших областей захотят забить свою птичку, они могут тебе обратиться. Я правильно понимаю? Да, да, да. Можно попробовать. Вот. Попробовать, по крайней мере, поговорить. Вконтактике я все оставлю. Сайт у Светы называется гуси-гуси.ру. Через, по-моему, дефис гуси-гуси пишется. Да, гуси-гуси.ру. Ну, ссылочку я оставлю в описании. Так. Значит, сколько сейчас-то всего у нас осталось птички для себя? Ну, уже конец сезона, поэтому у меня где-то штук 300 гусей осталось, около 100 бройлеров и штучек под 50 утки. Это вот именно на мясо мы оставили. И чуть-чуть там из большого поголовья, там около 100, может, как всего, тоже будет. Угу. Из маточного поголовья. Вот. Это уже как бы конец. Поэтому уже в основном то, что на мясо оставили. Понятно. Вот сзади тебя находится трактор. Зачем трактор на гусеводческой ферме? Ох, очень много. Чистить дорогу, чистить снег, поле, траву косить, рыхлить. То есть вы косите у себя, да? Да, да. У нас почти около 100 гектар земли, поэтому нужно... Около 100 гектар, да? То есть вы ее обрабатываете и заготавливаете? Не всю, но вот большинство такое, кто рядом с фермы, куда можно на выпас гусей, потому что гуси у нас тоже привередливы, они всю траву едят. Нужно косить, смотреть, поэтому... Угу. Тогда не выпускаем, а подкашиваем и кидаем, подкашиваем и кидаем. Вот когда мы приехали, ты рассказала нам интересную историю о том, что у вас тут появились коршуны, которые начали воровать гусят. Про это давай чуть-чуть подробнее. Это воронье и коршуны. Если вот раньше, буквально 3-4 года назад у нас большие площади, мы могли выгнуть, просто один человек мог стоять, смотреть, и гуси сами паслись, то сейчас просто молодняк вообще. То есть гусят двухмесячного возраста невозможно оставить сразу. Либо летит воронье, хватает, уносит, либо коршуны нападают. Вот нужно с этим бороться как-то. Господа зрители, если знают ответы, как бороться с воровством гусей... Отстреливать. Отстреливать. Скажите, пожалуйста, напишите. Ну, действительно, это проблема. То есть ее не было. Да, это проблема. Они не боятся никаких чучел. Они могут в метре стоять, за тобой наблюдать. Вот если ты стоишь, не нападают. Только отвернешься, может этот ворон напасть, все утащить. Либо смотрит в стадик, кто поменьше, подлетает в голову и все, и съедает. Вот сворочи. Вот он даже, насколько казалось бы, неразумность существа, но он смотрит на тебя, в 10 метрах может от тебя стоять. Если ты не приближаешься, он даже не шелохнется. Видит только как на него, все, тогда раз, полетит, на дерево сядет и смотрит дальше. И все равно поляну пасет. Да, да, да. С одного дерева на другое. Так, ну отлично, предлагаю пройтись по помещениям, посмотреть что, как, зачем и почему. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...